75 лет наша страна живет под мирным небом. Это заслуга наших дедов и прадедов, ратный подвиг которых дал нам возможность дышать свободой, расти детей и радоваться каждому новому дню. Беларусь, пережившая все ужасы оккупации, внесла огромный вклад в разгром фашизма. На фронтах Великой Отечественной сражались почти полтора миллиона белорусов, а войсковыми соединениями во время войны командовали 217 наших соотечественников, генералов и адмиралов. Имена многих белорусов стали легендарными во время войны. Золотыми буквами в историю победы вписаны имена многих наших соотечественников. Много героических подвигов было совершено во время войны на территории нашей области. Из состава 61-й армии отличилась рота героев. 27 сентября эти военные соединения приступили к форсированию Днепра в районе деревни Осаревичи, Брагинского района. Из 60 бойцов этой роты 16 человек были удостоены звания Герой Советского Союза. Здесь же на Днепре отличился и самый юный из гомельчан – Борис Цариков. За мужество и героизм при форсировании Днепра Борис Цариков еще 17-летним юношей был удостоен звания Героя Советского Союза. Его судьба сложилась трагически. Уже через две недели он геройски погиб во время гомельско-реческой наступательной операции. В годы Великой Отечественной войны гомельщина стала ареной многочисленных сражений и местом возникновения мощнейшего партизанского движения. На территории области действовало два партизанских соединения – гомельское и полесское, в которые входили 29 бригад и 117 отрядов. Уже в самом начале войны на гомельщине прославился партизанский отряд «Красный Октябрь». Его руководители Тихон Бумажков и Федор Павловский стали первыми героями Советского Союза среди партизан в СССР. Благодаря невиданному мужеству и стойкости на фронтах и в тылу была достигнута победа в Великой Отечественной войне, которая позволила отстоять перед лицом врага государственность Белорусской Советской Социалистической Республики в составе огромной страны. В первые послевоенные годы казалось, что все самое трудное осталось позади, а главная победа – победа над фашизмом – уже одержана. Но впереди были тяжелые времена. Потери для народного хозяйства нашей страны оказались огромными, а экономика Белоруссии была отброшена на несколько десятилетий назад. На следующий день после освобождения Гомеля газета «Красная звезда» написала «Трудно ответить на вопрос, сохранился ли Гомель. Взорванные дома, пепелище, над которыми поднимается серый дым, разбитые ограды, сломанные заборы, выбитые окна». В военных архивах сохранились документы, в которых описаны и состояния промышленных предприятий города после освобождения советской армии. Гомсельмаш. Осталось несколько полуразрушенных коробок производственных зданий. Станкостроительный завод имени Кирова не уцелело ни одного цеха. Вагоны ремонтные, груды развален, суды ремонтные, горы щебня и искорюженного металла. В этот тяжелый период на помощь Белоруссии пришли союзные республики. Тысячи специалистов прибыли из России, Украины и других республик. Уже к 60-м годам прошлого века все довоенные предприятия были восстановлены, а экономика республики прочно встала на ноги. Для Гомельщины это время было ознаменовано целым рядом знаковых событий. В августе 1964 года в районе деревни Капоров Кореческого района из глубины свыше 2000 метров ударил первый в Белоруссии нефтяной фонтан. 25 апреля 1965 года белорусская нефть поступила в нефтепровод «Дружба» и уже в мае того же года началась ее промышленная добыча. Были введены в строй Мозырский нефтеперерабатывающий завод и Гомельский химзавод, заводы «Центролит» и «Химволокно» в Светлогорске. 15 октября 1984 года была произведена первая плавка на белорусском металлургическом заводе в Жлобине. Казалось бы, на фоне такого стремительного экономического роста память о войне и горечь от потерь должны были отойти на второй план. Но этого не случилось. День Победы по-прежнему оставался главным днем в жизни каждого белоруса. Днем национальной гордости и боли. День Победы по-прежнему Героев на фронтах мировой войны. И это уже воспринимается как складовая участка национальной истории. Давно. И другая, не меньше важная падея, которая отступает уже полмиллиметра. Это на бытек краиной незалежности. Процесс становления суверенной белорусской государственности совпал с началом 90-х годов прошлого века. Этому содействовали политические и экономические предпосылки для распада Советского Союза. Вслед за Балтийскими республиками о своем выходе из состава СССР заявили Россия и Украина. А 27 июля 1990 года Верховный Совет БССР провозгласил декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР, что автоматически признавало главенство Конституции и законов республики на всей ее территории. Вслед за этим произошло еще одно важное событие. Был принят закон о названии нового независимого государства. Именно с этого дня каждый гражданин нашей страны может с гордостью заявить «Моя Родина – Республика Беларусь». Процесс становления современной белорусской государственности продолжался. И важным событием в истории нашей страны стал референдум 1996 года, на котором, среди прочего, был вынесен вопрос о праздновании Дня Независимости Республики Беларусь. Ранее День Независимости отмечали 27 июля в честь принятия декларации о государственном суверенитете. По результатам референдума 88% голосовавших высказалось за перенос Дня Независимости Республики Беларусь на 3 июля. Таким численным преимуществом было раз и навсегда доказано, что для белорусов понятия «суверенитет и победа» означают одно и то же, что, освободив 75 лет назад нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, возродив ее из руин в послевоенные годы, наши прадеды, деды и отцы передали в наши руки пусть молодое, но сильное и свободное государство. И теперь наша задача сделать его экономически независимым, сохраняя при этом самобытность и национальные традиции предков. И история Гомельщины последних лет доказывает – эта задача выполнима. Сегодня Гомельская область – это индустриальное сердце Беларуси. В регионе работают более 250 крупных и средних предприятий, которые обеспечивают около 40% волового регионального продукта. Гомельская экономика в целом ориентирована на экспорт. Около 70% всей произведенной продукции поставляется на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья. Во внешнеэкономической деятельности наш регион обеспечивает порядка 13% всего экспорта товаров Республики Беларусь. Это третий результат после Минска и Минской области. Многие торговые марки с пометкой «Сделано в Гомеле» сегодня успешно путешествуют далеко за пределами Беларуси. Это зарекомендовавшие себя комбайны и другая сельхозуборочная техника ОАО «Гомсельмаш». ОАО «Гомельстекло» – единственный производитель листового полированного флуатстекла и уникального теплоизолятора пеностекла в Республике Беларусь. Мозорский нефтеперерабатывающий завод ежегодно перерабатывает более 12 миллионов тонн нефти. Все производимое здесь автомобильное топливо соответствует стандарту Евро-5. Предприятие считается одним из самых высокотехнологичных в Восточной Европе и странах СНГ. В Гомеле находится единственный в Беларуси завод по обработке алмазов производственного объединения «Кристалл», где самый твердый природный минерал превращается в сверкающий бриллиант. Гомельский трикотаж и светлогорское химволокно, речицкие метизы и добрышская бумага, рогачевская сгущенка, знаменитый фарфор Белой Руси, который выпускается добрышскими профессионалами, сегодня находят своих поклонников по всему миру. А вкусные кондитерские изделия и фирменный гомельский шоколад фабрики «Спартак» можно увидеть на витринах многих стран. Сельскохозяйственные угодья области занимают третью часть территории региона. Агропромышленный комплекс представлен мясомолочной и животноводческой отраслями, овощеводством и картофелеводством. Регион не только способен удовлетворить потребности населения в основных продуктах питания, но и обеспечит сырьем перерабатывающую отрасль. Около 60% сельскохозяйственной продукции Гомельская область поставляет на экспорт. Сегодня организации Гомельской области сотрудничают с партнерами более чем из 100 стран мира. Развитие инвестиционного потенциала Гомельской области находится в центре пристального внимания областной власти, предприятий и организаций. Создается максимальный комфорт для международного сотрудничества, а заработанные средства вкладываются в развитие, создаются новые рабочие места и объекты. Культурная жизнь Гомельской области насыщена яркими фестивальными событиями, которые представляют разные направления и жанры искусства. Ежегодно в Гомеле проходит более полутора тысяч концертов, около 20 различных фестивалей. И если у народа есть душа, то душа Гомельщины – это народная культура. Целая азбука с тысячелетней историей в домотканых рушниках ветковских мастериц. Неглюбские рушники, выполненные на деревянных кроснах, можно встретить на международных выставках в Нью-Йорке, Монреале, Токио, Париже, Брюсселе. Они отмечены золотыми медалями. Подобной концентрации белорусской ткацкой культуры в мире больше нет. Потому и красуется неглюбский рушник в одном из залов ООН. С чем мы идем в будущее? С гордо поднятой головой, с ощущением своего великого исторического предназначения, своего национального достоинства. Мы создаем сейчас духовное пространство для будущего, для наших детей и внуков. Вот это закрепление в самосознании, закрепление независимости и победы очень важно. Сегодня для каждого белоруса свобода – это 75 лет мирного неба над головой. За это были отданы миллионы жизней наших соотечественников. Исполнив свой долг, они отстояли для нас право жить в независимой и красивой стране. День независимости в любой стране – это самое важное святое. И для того, чтобы это переконаться, просто нужно выйти в вечер, в этот день, на площадь любого областного центра, на площадь столицы, и посмотреть, сколько людей приходят без палки, без приуки, без разнорадки на этой пляцовке, и как они означают этот день. Вот этим сказано все. То же самое, как для всех белорусов, как абсолютно всенародным святым, незалежно от того, заходные это белорусы, эти исходные, заявляется 9 мая, день перемоги. Это две речи, какие непорывно связаны в этом дискурсе. Занадто болючее оно нам все далось. Занадто страшная память про это. И практически нема неводной семьи, неводной семьи практически нема, где те падеи не отгукались рефреном до сегодняшнего дня. 3 июля – это день, который не только объединяет победу и независимость, но и судьбы всех поколений белорусов. Это напоминание о том, как важно хранить память о прошлом, беречь мирное настоящее и строить независимое будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова